Добрый день! Я рад вас приветствовать на лектории Малого Мехмата. Тема сегодняшней лекции «Линии уровня функций и неравенства». Зовут меня Сергей Владимирович Дворянинов. Первый фрагмент, первый сюжет будет связан с понятием «линия уровня функций». С этим понятием каждый школьник знакомится в школе, пожалуй, в первую очередь, на уроках географии. Если посмотреть на карту какой-либо горной страны, то можно увидеть, что разные участки на карте закрашены коричневым цветом разной интенсивности, от желтого до темно-коричневого цвета. И вот на этих картах горных областей, горных стран, можно увидеть некоторые замкнутые линии, около которых стоят какие-то числа. Простой пример. Замкнутая линия, и, скажем, стоит цифра 100. Внутри другая линия, около которой может, например, стоять цифра 200. Потом еще одна линия, скажем, цифра 300. И потом точка, около которой может стоять, например, число 321. На уроках географии учителя объясняют, что это линии одинаковых высот. Если посмотреть на горную местность откуда-то сверху, но вообразим, что это из космоса, то, конечно, поверхность Земли будет нам представляться плоской. Никаких гор мы там не увидим. Что означают указанные линии? Если двигаться по горной области вдоль этой линии, то турист или человек, который совершает путешествие по горам, будет перемещаться без потери высоты. Он будет находиться все время на одной и той же высоте над уровнем моря. Ни вверх, ни вниз его дорога вести не будет. Я сейчас покажу простую модель, соответствующую этой ситуации. Вот я держу в руках модель конуса. Она легко сворачивается из такого кругового сектора. Взял, вырезал сектор и совместил. Вот на этой модели легко видеть вершину этой горы. И каждый знает, что с этой горы можно скатиться вниз на лыжах или на санках. Труднее подниматься вверх. Но есть такие маршруты на поверхности этой горы, по которым можно перемещаться точно так же, как по горизонтальной плоскости. Это окружность и окружающие вершины, если эта гора имеет форму конуса. Я покажу вам гору так, как она видна сверху. Итак, что такое линии уровня на географической карте, мы с вами представляем. Но когда мы говорим о линиях уровня, то можно понимать их двояко. Во-первых, можно представлять эту линию на поверхности горы, а можно представлять и говорить о проекции этой линии на плоскость, скажем, на плоскость карты. Говоря о высоте над уровнем моря, мы можем вести речь о функции двухпеременных. Вообразите участок поля, на котором растет, к примеру, шинец. В каждой точке колос. Эти колоси могут иметь разную высоту. Вот это пример функции двухпеременных. В некоторой области растут колоси. Стало быть, каждой точке на плоскости из некоторой области соответствует высотам этого колоса. Обычно x, y, ос, z. Высота откладывается, ну или сет, z. Значит, можно сказать, что высота колоска это функция h, зависящая от x, y. Обычно в школе не говорят о функции двухпеременных. Не перегружают программу. Но на самом деле каждый школьник имеет дело с функцией двух и даже трехпеременных. Скажем, площадь прямоугольника со сторонами а и b, это есть произведение а на b. Вот, пожалуйста, функции двухпеременных. Объем параллелепипеда с размерами а, b, c выражается уже функцией трехпеременных. a умножить на b умножить на c и так далее. Так что это вполне естественное понятие. Вам легко будет с ним оперировать. Итак, рассмотрим некоторые функции двухпеременных. Очень простые. Ограничимся рассмотрением первой координатной четверти. Будем считать, что x, y не отрицательны. И вначале рассмотрим такую функцию. f от x, y равняется x плюс y. Давайте найдем и нарисуем линии уровня этой функции. Будем интересоваться теми точками, в которых, например, выполняется такое равенство. x плюс y равняется единице. Или x плюс y равняется двум. x плюс y равняется трём. И в общем случае x плюс y равняется c. Итак, вопрос. Как мы должны перемещаться по плоскости x, y? Мы можем так немножко увольно сказать. Где мы должны гулять по этой плоскости, чтобы выполнялось всё время вот это равенство? Как вы думаете, чтобы вот это равенство всё время выполнялось? Мне кажется, y целью с этим. Ну хорошо. Давайте посмотрим. Несколько точек определим. Возьмем несколько точек, удовлетворяющих этому уравнению. Если x 0, то y 1 единиц. Если y 0, то x 1. Если x и y равны, то каждая из переменных равна 1 2. Точка 1 2 1 2. Вот координаты. Но, наверное, можно вспомнить, что этому уравнению соответствует отрезок прямой. В первой координатной части. Потому что, посмотрите-ка. Выражая y через x, мы получаем линейную функцию. А график линейной функции прямая. Ну вот, стало быть, три точки, о которых, мы только что говорили, лежат на графике этой прямой. Так. Если мы другое уравнение рассмотрим. x плюс y равняется 2. Где выполняется это условие для каких точек? Ну, на оси y точка 2 и на оси x тоже точка 2. Так. Точка 0 2 на оси y, точка 2 0 на оси x. И в целом получится отрезок, соединяющий эти точки. Потому что снова мы имеем график. Соответствующую функцию y равняется 2 минус x. Ну и график линейной функции прямая. По двум точкам график линейной функции легко строится. И, ясное дело, что при любом положительном c у нас будут получаться подобные отрезки. Каждый из этих отрезков есть линия уровня этой функции. Функции равны x плюс y. Если мы перемещаемся вдоль любого из этих отрезков, то сумма x плюс y у нас остается неизменной, постоянной, каждой для каждого отрезка. При цера мы получаем начало координатных, в такой уж исключительный случай. Мы будем сосредотачиваться вот именно на этих отрезках. Вот эту аудиторию удобно буду держать в руках модель ваших кресел, которые расположены здесь в виде амфитеатра. Конечно, поверхность, которую мы здесь наблюдаем, ступенчатая. Вот там ступени как раз особенно видны. А здесь вот мы имеем плоскость, не горизонтальную, наклонную. И опять же, посмотрите, на лыжах мы скатываемся сверху вниз с наибольшей скоростью, поднимаемся вверх, а можем гулять по этой поверхности, сохраняя высоту. Это вот линии уровня этой функции, лежащие на графике этой функции, на поверхности. А если мы посмотрим сверху, то увидим вот проекцию этих линий на плоскость x, y. Итак, линии уровня этой функции вот такие отрезки. Рассмотрим следующую функцию двух переменных. И для второй функции возьмем другую карзанатную плоскость. Функция будет такова. g от x, y равняется x умножить на y. x умножить на y. Так, пожалуйста, значение функции g в точке 1, 7. Назовите, пожалуйста, 7. Но это для контроля. Давайте также поинтересуемся, каковы линии уровня этой функции. Начинаем с примера. x, y равняется 1. В каких точках плоскости выполняется это равенство? Хотя бы одну назовите точку. 1, 1 и минус 1, минус 1. Так, точка 1, 1. Хорошо. Но мы договорились брать только первую координатную чисель. Поэтому минус 1, минус 1 не будем брать. Так, еще точки. 1, 2 и 2. Да, совершенно верно. 1, 2 и 2. Вспомнили себе, где расположены все эти точки? На какой линии? Как она называется? Отсюда можно выразить вот таким образом y. и все узнают функцию, выражающую обратно пропорциональную зависимость, график которой гипербола. Гипербола. Следующий пример. Рассмотрим линию, на которой эта функция принимает значения, равные 2. Какая линия получится? Как она называется? Парабола получится? Получится гипербола, я же сказал. Получится гипербола. Эта новая гипербола может быть получена из предыдущих гипербол разными преобразованиями. Ну, например, можно растяжением в 2 раза вдоль оси y. Не будем об этом сейчас говорить, какими преобразованиями а, нарисуем эту гиперболу. Значит, если x и y равны, то получится точка с координатами корень из 2, корень из 2. Ну, вот. Такая гипербола. Следующая линия уровня. x и y равняется 4. Тоже гипербола, но она дальше отстоит уже от осей, проходит через точку с координатами 2-2. Вот. Линии уровня этой функции это семейство гипербола. Оси x и y разогнал, но это у нас всегда будут оси x и y. В этом случае. Линии уровня определяются уравнением x и y равняется c. Ясно и делаю, что c положительная. c положительная. И я хочу вот на этом рисунке показать взаимное расположение линии уровня, отвечающих разным значениям c. Вот я здесь попытался написать c малая, а следующая линия x и y равняется c, и я вот так вот большое оттенную. Давайте расставим эти значения c вдоль соответствующих гипербол. Значит, представим в себе, что вот параметр, соответствующий этой гиперболе, я ее держу в руках, пусть это c малая. c малая. Теперь, где я должен поставить букву c большое? Вот имя этой другой линии уровня, это какая будет линия? Верхняя или нижняя? Где я должен поставить? Здесь c большое или здесь? Нет. Верхняя ц большая. Что скажет? Мне кажется, это зависит от того, нет, верхняя линия или нижняя? Можете сказать, прежде всего, Александр, больше? Ну, давайте, я... Да, я вам указал вот так вот что само написание букв показывает. Верхняя линия. Так, значит, c будет вот здесь. c большая. Верхняя? Все согласны? Хорошо. Тогда давайте вернемся к такому же обозначению линии уровня для предыдущей функции. Значит, пусть вот эта линия c малая c малая и скажите, у какой линии я должен поставить букву c большое соответствующая генеральность? У верхней? У верхнего отрезка или у нижнего? У верхнего. Тоже у верхнего. Значит, вот c большое. нас будет интересовать не только отдельные линии уровня сама по себе, но и взаимное расположение разных линий уровня. ну что же, хорошо. Хорошо. То, что я дальше вам буду рассказывать, написано в одной статье в журнале Квант. Легко найти эту статью в интернете в свободном доступе. Можно прочитать, можно распечатать. Следующая функция задается уравнением условия f g пусть будет r от x y и эта функция двух переменных такова x квадрат плюс y квадрат и нас будут интересовать линии уровня этой функции. Другими словами, мы будем искать ответ на такой вопрос. Где x квадрат плюс y квадрат равняется c? Знак вопроса. Где это значит в каких точках? Начнем с частного случая. Выясним, что это за точки, в которых сумма квадратов x и y равна единице. Совершенно верно. На окружности. Я пояснил. Значит, если мы возьмем произвольную точку с координатами x и y, мы работаем с вами в первой четверти, и соедним эту точку с началом координат, то увидим, или легко увидеть, прямоугольный треугольник. Вот такой прямоугольный треугольник. Горизонтальный катет. Какова длина его? Это же абсцисса точки. Значит, длина x. Еще раз я уже не говорю. x это длина. А точка на оси тоже x. Может быть, я так вот отмечу, что x это длина. А вертикальный катет имеет длину y. Тогда по теореме Пифагора, если мы вот эту величину обозначим r и я длина давайте лучше так длина от слова дистанции, да, то по теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов касси. геометрический смысл суммы квадратов это квадрат расстояния от начала координат до точки с такими координатами. Стало быть, если у нас есть такое уравнение, то и если мы рассматриваем такое уравнение, то речь идет о всех точках удаленных от начала координат на расстояние равное единице. Значит, это окружность. Окружность радиуса единицы. Единичная поскольку мы решили с вами рассматривать только первую координатную четверть, то получается четверть окружности. Еще пример. х квадрат плюс у квадрат равняется 9. Этому уравнению соответствует окружность радиуса 3. Стало быть, за каждом уравнении вот такого вида х квадрат плюс у квадрат равняется с, скрывается окружность. Вот я рисую разные окружности при разных целях. При разных целях. Ну и для того, чтобы сохранить преемственность в обозначении, в рисовании этих семейств. Давайте рассмотрим несколько окружностей, точнее четверти этих окружностей, соответствующие разным целях. Значит, если цель малая соответствует одной окружности, скажем, этой, то большему значению ц соответствует окружность большего радиуса. Можно говорить, что параметр ц это имя этой окружности. Окружность ц малая, окружность ц большая. Если параметр здесь увеличивается, то мы получаем окружности, дуги окружности все большего и большего радиуса. Элементарный анализ, конечно, может даже показаться, что очень просто. Какая же польза от всего этого? Вот у Козьмы Пруткова есть такое высказывание, такое афорезе. Бросая в воду камушки, наблюдай за кругами ими образуемыми, иначе такое бросание будет пустою забавой. Давайте будем следовать этому призыву Козьмы Пруткова и рисуя вот эти линии уровни, будем еще и зачем-то наблюдать за какими-то объектами. Перемещение вдоль каждой линии уровня я бы сравнил еще с экскурсией по какому-то новому для вас городу. Вот вы приехали в новый город незнакомый и чтобы не заблудиться, гуляете по проспектам, смотрите по карте и гуляете. Но если просто гулять по этим улицам и смотреть себе под ноги, то это не очень будет интересно. Обычно мы перемещаясь по тротуару смотрим какие достопримечательности кругом, какие архитектуры, архитектурные памятки, может быть скульптура какие-нибудь и так далее. Так вот, что мы сейчас с вами будем делать? А сейчас мы будем делать вот что. Я буду использовать вот этот термин гуляя по линии уровня. Вот. Гуляя по линии уровня. Здесь тоже гуляем по линии. Так вот, что мы будем делать? Гуляя по линии уровня одной функции, мы будем наблюдать с вами за линиями уровня другой функции. Еще раз. Мы будем гулять по линии уровня одного семейства, а наблюдать за линиями уровня другого семейства. Ну вот, давайте вот здесь совместим эти два семейства. Значит, мы возьмем какую-то линию из этого семейства, фиксированную, будем по ней перемещаться и будем наблюдать за вот этими гипербонами. Так же, как в городе, двигаясь по одной улице, мы будем пересекать на перекрестках другие улицы. Итак, сейчас я сделаю новый рисунок, совмещающий вот эту линию уровня, прямую, вот с этими гипербонами. Сделаю на новом месте. Итак, плоскость x, y. Выбираю некоторую линию первого семейства и буду наблюдать за гиперболами, которые мы будем пересекать. Так, пунктиром обозначены гиперболами. Так, понадобится еще одна функция двух переменных и рассмотрим мы также ее линии уровня. Так, географическая импутация, теперь уже она не нужна. И рассмотрим четвертую. Больше не будет никаких линии уровня. Функция такая. Обозначим ее, так вот, дельта, от x, y. Формула для этой функции такова. x минус y. Абсолютная величина разности. Абсолютная величина разности. И нас будут цинтересовать линии уровня этой функции. x минус y по модулю, абсолютная величина, равно c. Работаем в первой четверти. Первый вопрос. Если c равняется нулю, какая получится линия на плоскости при c равном нулю? Пожалуйста. x равно y. Конечно, если c ноль, то x равно y, или y равно x. Итак, это линия луч бистектриса. Значит, пишу здесь c равняется нулю. Мне бы хотелось дать вам полминуты, чтобы вы нарисовали следующую линию уровня. Эта функция. Модуль. x минус y равняется единице. Пожалуйста, полминуты. Совсем элементарно, но тем не менее, я два слова скажу. Какие здесь возможности? Если модуль некоторой величины равен единице, то, стало быть, получаем x минус y равняется плюс и минус единица. Выражаем отсюда y, находим, что y равняется x плюс минус один. Стало быть, вот та бистектриса, которую мы только что рисовали, сдвигается линию единицу вверх, линию единицу вверх. Вот, смотрите, тут уже линия уровня этой функции, оказывается, не связана, она состоит из двух компонентов. Вот здесь c равняется единице, и здесь тоже c равняется единице. Я думаю, что ясно, что при разных c мы будем получать пары подобных лучей. Так, так, скажем, если это линии уровня, отвечающие значению c какому-то, то большему значению параметра отстоят линии, соответствуют линии, далее отстоящие от бесчеклисты. Значит, вот здесь вот c большое, и здесь c большое. А теперь совершим прогулку вот по этой плоскости. Я держу в руках вектор, показывающий направление нашего движения по плоскости x, y. Как бы вы сказали, что при этом, при движении вдоль этого вектора, начальная точка, финишная, что при этом происходит с числами x, y? Как разность между ними увеличивается или уменьшается? Что происходит с числами x, y? Они сближаются или удаляются? Я имею в виду следующее. Вот, скажем, мы возьмем числа 1, 5. Можно заменить единицу на 0, 5 на 6. Тогда вот эти два числа удалились друг от друга. А можно единицу заменить на 2, 5 на 4, но они сблизились. Два числа напрямую не сближаться, но они удаляются. Так вот вопрос. Если мы движемся по плоскости вот таким образом, вдоль вектора, который я держу в руках, Что происходит с числами x, y? Они удаляются друг от друга или сближаются? Они сближаются. Сближаются, совершенно верно, потому что об этом нам сигнализирует вот эта вот величина c. Величина c как раз и показывает разницу, разность этих чисел. И если мы переходим с линии c, большое на линию c, большое, то это, значит, разница уменьшается. Значит, давайте мы таким образом будем гулять с вами по плоскости, чтобы переменные сближались. Чтобы переменные x, y сближались. Это может быть вот такой путь. Это может быть вот такой путь. Согласны? Это может быть как разница, тоже сближается x, y. Если посмотреть на линии уровня этой функции, на график, соответствующий этой функции, то это будет вот такая галочка. Функцию y равняется модуле x, все помнят? y равняется модуле x. Я вам ее показываю. Если посмотреть вот в торец моей модели, то вы увидите, y равняется модуле x. Кто хочет увидеть модуле x? Поднимите руку, я настрою вот этот. Так, так. Ну как получается, видите модуле x? То есть вы не видите вот такую плоскость, а вы видите просто два отрезка, да? Вот. Плоскость будет нам казаться прямой линией. Так вот, если мы рассмотрим график этой функции, то график как раз и представляет вот собой две пересекающиеся полуплоскости. Две пересекающиеся полуплоскости. И вот посмотрите. Пересечение двух плоскостей на плоскости x, y как раз и будет располагаться вдоль бисектрисы. Ну я даже здесь попробую вот сейчас эту функцию, эту поверхность изобразить. Так, если бы x, y. Вот бисектриса, вот правая крылышка, а вот левая крылышка. Ну примерно вот так вот. Давайте будем, мы договорились с вами гулять по плоскости, сближая x, y. Представим себе, что стартовая точка у нас здесь. Возвращаемся к этому рисунку. Стартовая точка здесь. И перемещаясь из этой точки вверх, мы будем сближать x, y. До каких же пор x, y будут сближаться у нас? До точки вверх. До пересечения с бисектрисой. Вот до этой точки, там, где они окажутся равны. Ну вот мы дальше за эту точку не пойдем, а будем двигаться вот по половине этого отрезка. Итак, опишем наше путешествие. Значит, у нас x плюс y равняется c. Мы же движемся по линии уровня функции f. По линии уровня. При этом x, y у нас сближаются. Потому что мы переходим с одной линии уровня функции f на другую таким образом. А теперь скажите, что при этом происходит у нас с произведением x на y? Что при этом происходит с произведением? x на y. Ведь в каждой точке у нас свои значения x, y. Значит, стало быть свое произведение x на y. Как же меняется это произведение? У меня ничего. Вот так сказать, как бы перебарывает. x на y становится все больше и больше. Так. Чтобы ответить на этот вопрос, что происходит с x на y, давайте посмотрим. Ведь у нас есть заготовка. Как мы путешествуя по отрезку прямой, как мы переходим с одной гиперболу на другую? Мы видим, что мы поднимаемся с одной гиперболу на другую, движение вверх. А обращаясь на этот график, видим, что при таком переходе с гиперболу на гиперболу параметр, соответствующий. Эта гиперболь увеличивается. Значит, делаем вывод. x на y увеличивается, а это поставлю сюда в губерку. Вот так. x на y увеличивается. Итак, мы с вами путешествуем по линии уровня одной функции. И при этом наблюдаем за другой функцией. За ее линией. Вот. Такое. По-моему, элементарное наблюдение. Вот так же, как карты помогают, помогали мореплавателям путешествовать без карты. И туристы, пожалуй, не пойдет в поход без карты. Оказывается, вот подобные карты помогут нам при доказательстве неравенства.